В данном конкретном случае мы говорим о том, что это все-таки вина местного населения. То есть, как и большинство пожаров в Тюменском регионе, которые произошли, все-таки большая часть именно по вине населения. Либо это неосторожное обращение с огнем, либо, может быть, неисправность каких-то механизмов и так далее. Достаточно много сейчас людей в лесу. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы каждый предельно аккуратно обращался с теми приборами и механизмами, которые в его распоряжении есть. Я не говорю об открытом огне, то есть это вообще запрещено на сегодняшний день. Но и вообще, в принципе, нужно быть весьма и весьма аккуратным. Своевременные меры позволили локализовать этот пожар. В ближайшее время уже статус локализации в соответствующей системе будет подтвержден. Поэтому на определенной территории он, безусловно, локализован. Но вы видите, какая погода стоит. Сухая, жаркая и местность местами болотистая. Соответственно, сейчас пожар переходит в почвенный. И в этом отношении, к сожалению, безусловно, мы будем проливать очаги. Но определенные сложности именно в тушении почвенных пожаров, торфяных, они, безусловно, есть. Потому что торф горит в анародной среде. То есть, по большому счету, заглубившись, он достаточно продолжительное время может давать задымление. Причем это зависит еще и от погодных условий. То есть, он вроде бы зальем, притушим, но может через неделю, а может через месяц снова себя проявить. И если мы говорим о прогнозе, то пока прогноз по классу пожарной опасности неутешительный в этом смысле. То есть, четвертый класс пожарной опасности сейчас есть из пяти возможных. Вместе с тем, в рамках этого класса мы выполняем двукратное патрулирование с воздуха. Это наземное патрулирование, у нас разработаны маршруты, выполняются в усиленном режиме. Плюс, работники ГКУ Тюмень-Леса также патрулируют на предмет наличия, выявления возможных нарушений пожарной безопасности.